Ни для кого не секрет, что имя определяет не только характер человека, но и предопределяет его судьбу. Имя Екатерина в переводе с греческого означает «чистое и непорочное». Это имя ассоциируется с благополучием и достатком, поскольку его часто носили княжны и царские особы. Вот почему до сих пор не теряет своей популярности имя Екатерина, происхождение и значение которого так привлекательны для многих. Характеристика имени Екатерина основана на влиянии планеты Юпитер. По выраженным особенностям характера Екатерины можно выделить два ее типа. Первому типу соответствуют активность, живость ума, целеустремленность, а второму типу, более спокойному, характерна серьезность, здравомыслие и скромность. Катерина первого типа легко сходится с людьми. Она обладает веселым нравом, но при этом она чрезмерно эмоциональна, вспыльчива и ее легко обидеть. Катерина второго типа замкнутая в общении, немногословна. Она надежна и ответственна в любых вопросах и при любых ситуациях не теряет самообладание. В отношениях с мужчинами Катерина первого типа любит доминировать, особенно если рядом с ней слабый мужчина. С таким она не сможет долго ужиться, поскольку ее всегда будет тянуть к человеку, равному ей. Катеринам второго типа, несмотря на всю их скромность, им не так просто угодить и понравиться. Они довольно требовательны, их больше всего привлекают мужчины, свободолюбивые, легкие в общении, романтики. Екатерина первого типа обычно рано выходят замуж или начинают сожительствовать без официальной регистрации. А Екатерина второго типа, наоборот, очень поздно, поскольку ей труднее всего найти себе близкого по духу партнера. Обе Екатерины могут стать заботливыми матерями, как правило, первенцами у них рождаются девочки. Из увлечений Екатерины первого типа любят подвижный отдых, часто ходят в гости и с удовольствием принимают их у себя. Она превосходная хозяйка, гостеприимная, хребосольная и веселая. Екатерина второго типа более замкнутая, она предпочитает проводить время в одиночестве за чтением книг. Любит путешествовать, поскольку в ее жизни мало ярких событий, а душа просит впечатлений. В профессиональной сфере оба типа Катерин ответственны и исполнительны. Они усидчивы и с легкостью переносят монотонную бумажную работу. Любят работать в строгом соответствии с правилами и регламентами. Правда, Екатерине первого типа необходимо быть более терпеливой и эмоционально сдержанной. А Екатерине второго типа не хватает решительности. Им отлично подходит сфера государственного управления, науки и образования. Екатерине первого типа по причине чрезмерной эмоциональности чаще всего встречаются заболевания нервной системы. Для нее характерна вспыльчивость, повышенное давление и учащенное сердцебиение. Им нужно больше гулять и желательно вдали от городской суеты. Екатерина второго типа чаще страдает от желудочных заболеваний. Ей бывает необходима специальная диета на протяжении всей жизни. Какая же судьба ждет Екатерину? Сейчас мы рассмотрим, какое влияние на жизнь человека может оказать имя Екатерина. Значения имени и судьба человека неразрывно связаны друг с другом. Имя Екатерина наделяет своего обладателя чистым, непредвзятым умом. Она все пропускает через себя и во всем пытается разобраться. Катя, на первый взгляд, производит впечатление гордой и неприступной девушки. Она дружелюбна, но открывается только проверенным временем людям. Екатерина с ранних лет пытается освободиться от опеки своих родителей. Ей важно создать вокруг себя свой мир и заполнить его только тем, что ей нравится. Съехав от родителей, Екатерина расправляет крылья и с легкостью обустраивает свой быт. Она очень любит животных, особенно кошек, заводит много растений и заставляет полки книгами. Обычно Екатерина вспыльчивая девушка. Она не потерпит, когда с ней пытаются спорить. Ее легко обидеть, и обиду в силу своей принципиальности она долго не сможет простить, особенно если обидевший ее человек был неправ. Больше всего она не потерпит несправедливость как по отношению к себе, так и по отношению к посторонним людям. В брак Екатерина может вступить или очень рано, или слишком поздно. Для совместной жизни она выбирает подходящего партнера. Екатерине в основном везет с работой. Она никогда не испытает на себе тяжесть безработицы и бедности. Но даже если на какое-то время она станет безработной, новая работа сама ее найдет. Екатерина никогда не позволит себе заниматься только домашним хозяйством. Она совмещает заботу по дому, уход за семьей и работу, что, безусловно, может сделать Екатерину очень нервной и раздражительной. В возрасте Екатерина немного успокаивается. На пенсии она отдаляется от рабочей суеты, позволяет себе вздохнуть полной грудью и, наконец, отдохнуть. Из нее получается строгая и справедливая бабушка. Она может даже пользоваться у внуков большим авторитетом, чем родители. У Екатерины нет особых привязанностей, которые могли бы претендовать на смысл ее жизни. Она любит посещать концерты, ходить в кино, развлекаться, но не отдается этому полностью. Работа также не становится ее целью. Как работник Катя вполне деятельна, но выдержки ей не хватает. Среди профессий у нее также нет предпочтений. Чаще всего Екатерина становится рекламщиком или журналистом. Вполне возможно даже, что девушка достигнет заметных успехов на этом поприще. Именины Екатерины отмечаются пять раз в году. 5 февраля, 17 февраля, 20 марта, 7 декабря и 17 декабря. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok